Фермерские хозяйства Якутии в этом году могут недополучить урожай. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона. Показатели ниже плановых по овощным культурам в первую очередь вызваны погодными условиями, а именно за сушливым летом. Вместе с этим прогнозы по заготовке сена и кормов для скота вполне оптимистичны. Продолжит Павел Танин. В весенне-летний период в центральных и заречных районах осадков не было на протяжении 50 дней. В первую очередь это повлияло на сбор урожая зерновых культур. По прогнозам Минсельхоза в этом году количество зерна не превысит 72% от плана. Такая же ситуация с картофелем. Как и в прошлом году, план по его сбору установили на отметке в 78 тысяч тонн. В 2016-м показатель удалось достигнуть. В этом году ситуация складывается иным образом. На сегодняшний день прогноз неутешительный. Значит, 82% это по сентябрьским, по 1 сентября прогноз. Ну, надеемся, что в прошлом году, например, картофель мы с одного гектара более 90 центнеров получали. Более 90. А сейчас у нас получается не менее 80, ну, где-то 80 центнеров были. Как отмечают в ведомстве, на жителях республики ситуация не скажется. Другое дело сельхозтоваропроизводители. Те из них, кто не застраховал урожай, понесут убытки. А вот с заготовкой сена дела обстоят совсем иначе. По уточненному плану, в этом году на сенокосных угодьях должны скосить 488 тысяч тонн сена. Из них почти 430 тысяч уже скошено. Хорошо идет и заготовка силоса. Прогноз неплохой по силосу. 100% мы выполним в этом году по сочным кормам. По сенажу у нас составляет сегодняшний день 2452 тонны. То есть 20% плановый объем у нас составляет более 11 тысяч тонн. Исходя из этого, можно сказать, что несмотря на риск понести убытки из-за малого урожая овощных и зерновых культур, фермерские хозяйства смогут обеспечить зимовку домашнему скоту в этом году. Павел Танин, Гаврил Дьячков, НВК Саха, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова